Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 30 апреля и я хочу показать вам, как изменилась у меня ситуация в теплице. Людям очень интересно. Я с самого начала показываю, от самой маленькой рассады до самой большой. Вот теперь мы почти все томаты я унесла в другую теплицу. Здесь у меня остались баклажаны и перцы. Все мы сидим тут как в заточении, потому что на улице очень холодно. Передали ночные заморозки до минус 2-4 на ближайшие 3 дня. И поэтому мы все здесь скучились, были на улице до этого, пережидаем морозы. Тут же у нас томятся еще огурцы, которые я в ведра посадила. Может кто помнит, что я их пока не рискую высаживать, они у нас так в ведрах и сидят. Они очень разрослись, у них плети с завязями висят бедные, но ждем. Три дня будем ждать, никуда я их не выношу. Рассада всякая разномастная, потому что видите, вот там баклажаны, которые для теплицы вообще огромные. Для открытого грунта баклажанчики еще в лоточки, я их не распекировываю, некуда уже ставить, разрослись. Тут же у нас малыши, арбузики, дыньки и огурчики только что вылезли, тоже не могу их никуда унести. Вот этот период самый сложный, когда рассада уже большая, ее надо всю по стаканчикам раскидывать, рассортировывать. Мы сидим тут как в темнице. Даже пришлось занимать самые нижние-нижние вот эти полочки, на которых света мало. Но это временно, это на недельку, ну может быть дня на четыре. Потом мы все выйдем на улицы, кто-то будет под пленочкой стоять, кто-то высадится в теплицу. Вот эти вот баклажаны, которые огромные, видите там листья, они уже пойдут в теплицу в начале мая. Все, нам осталось потерпеть недельку. Вся рассада хорошая, все у нее нормально. Единственное, нам мало места, нам надо скорее на улицу, на солнышко. Но сегодня очень холодно, будем сидеть весь день здесь. Все, до свидания. Это небольшой видеообзор, просто чтобы вы посмотрели, какая сейчас рассада у нас. И как нам тесно, ну какие мы все такие хорошенькие, красивенькие. Огурцы цветут, начинают зацветать уже перцы и баклажаны, которые в теплицу. Продолжение следует... Продолжение следует...